Женщине нужно закончить школу, университет, получить какую-то работу, встать на ноги. Очень много мужчин в Латвии, кстати, по сравнению с другими странами, которые вообще не берут ответственность. Ты столкнешься с проблемами детского сада, в котором некому работать, с проблемами школы, в которых некому преподавать, с проблемами университета, в которых устарело образование. И сейчас первый ребенок в среднем рождается 27 лет. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. И Ольга Князева тоже с вами. Сегодня тема у нас такая интересная. Я бы сказала, мы уже с нашими дамами, которые в студии сидят, у нас сегодня пошутила женский клуб, начали обсуждать эту тему. Как всегда это бывает до передачи. И интересные уже мысли прозвучали. Тема демографии и рождаемости. И еще, знаете, интересная тема Child Free. Это такое движение, когда женщина осознанно или неосознанно отказывается от рождения детей. На это есть свои причины у этих женщин. Но, вы знаете, я немножечко скажу для затравки, для вступления такую статистику. На прошлой неделе в конце Центральное статистическое управление публиковало отчет, из которого следует, что количество детей в Латвии в очередной раз сократилось. Как следует из данных отчета, рождаемость в Латвии продолжает исправно снижаться. И за год, за год стало на 5000 детей меньше. И в среднем на начало года проживало не в среднем, а в целом 356 тысяч детей, что составляет 19% от общего числа жителей страны. Ну как, мне, например, эта цифра ни о чем не говорит. 19% много это или мало. Но демографы говорят, что мало. Я буду верить демографам нашим, которые вот как-то умеют это все посчитать и спрогнозировать на будущее. Но будем говорить, что происходит с нашей демографией, почему она ухудшается. И вообще такая тема, ну, больше, наверное, философский сегодня разговор с женщиной и материнством. Вот всегда ли это совпадает? Почему становится больше сторонников движения Child Free? У меня цифры есть, да, их действительно немножко больше. И все-таки, почему решение не заводить детей и движение Child Free вызывает столько негативных эмоций у общества? То есть общество, оно так в основном относится с осуждением к таким женщинам. Почему, меняется ли это отношение, тоже будем говорить. Анна Мыскова, заведующая родильным отделением Рижского роддома. У нас в гостях. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Инта Мериня, профессор факультета социальных налог Латвийского университета. И здравствуйте. Здравствуйте. Я понимаю, у вас уже есть опыт общения по демографическим проблемам именно с нашей властью. Тоже будет интересно послушать, потому что, ну, как будто у нас демография всегда говорится, что да, у нас это приоритет, нам надо все это делать. Но делать или что-то, это мы спросим у вас. Готовы у нашей власти прислушиваться к вашим советам, к советам у ученых. И представлю Елена Тонова, организатор мероприятий. Елена написала книгу о том, почему не хотят рожать современные женщины. Называется она «Не мама». Елена, приветствую. Добрый день. 2-8-0-4-0-4-24. Пишите, что вы думаете про Child Free, близко ли вам это движение, но как вы вообще видите, действительно ли роль современной, современной, напомню, женщины в материнстве, или, может быть, не обязательно в чем-то другом. Давайте все-таки про рождаемость. Рождается, как минимум, я вот слежу за этой темой каждый раз. LR4.lv еще можете писать тоже. На 10% каждый раз уменьшается рождаемость, снижается. А вот, кстати, есть эти цифры по сравнению с 2000 годом. Рождаемость упала на 28%. Причем, интересно, за последние годы снизилась рождаемость во всех группах женщин. То есть группы делятся с 18 до стальки. До стальки-то единственная категория, где рождаемость не падает, это женщины от 40 до 44. То есть женщины уже в таком зрелом возрасте, которые решили родить ребенка. И тут все стабильно. Происходит некий сдвиг. Общий коэффициент рождаемости. Вот буквально несколько цифр еще скажу сегодня. 1,38. И это самый низкий за последние 12 лет. В среднем ПС не сказать, что он выше. 1,46. Мы даже немножечко в среднем ПС. То есть у нас во всех демографических целях вообще значится увеличим рождаемость. Потому что от этого связана экономика страны, демография, пенсионная система и так далее. Ну, может быть, у вас есть, дорогие дамы, наблюдение, почему так происходит. Может, пандемия. Может, там все в мире нестабильно. Может, нет программы. Может быть, вы выделите какую-то, какую-то вещь, которая показывает, объясняет вот эти цифры. Мы с вас начнем. Ну, да. Вы уже очень хорошо характеризовали, что происходит в Латвии. Во-первых, важно то, что ситуация реально очень серьезная. Потому что в прошлом году в Латвии родилось только лишь 15 тысяч детей. Это исторически самая низкая цифра вообще в истории Латвии. То есть ситуация реально серьезная. И каждый год мы теряем, если так смотреть исторически, да, в течение последних 10 лет Латвия потеряла больше 200 тысяч жителей. Это больше 10%. То есть каждый год больше процента мы теряем жителей. И в основном в последние годы это не из-за эмиграции, это как раз из-за низкой рождаемости. Но это нужно смотреть тоже в контексте, что происходит во всем мире. Во всем мире, во всем развитом мире, да, Западная Европа, США и так далее. Мы видим те же самые тенденции. И вы уже говорили, да, что в Латвии эта рождаемость примерно в таком же уровне, как в среднем, в Европе. То есть это не что-то уникальное. И, кстати, у нас рождаемость лучше, чем, например, в Литве, чем в Финландии, чем в Польше. Ну, примерно так же, как в Эстонии. И самая высокая цифра, да, это во Франции. Это 1,8 детей на женщину. Только лишь... И это, конечно, недостаточно для того, чтобы возобновить общество. Нам нужно, чтобы было 2,1. Франция – это та страна, которая вложила больше всех стран. В демографическую. Да, в демографическую политику. И даже с этим... И даже с этим... И, кстати, у них очень много мигрантов, да, у мигрантов больше детей. И все равно они добились только лишь 1,8. Так что вот ситуация такая. Та же самая Швеция, та же самая Дания. А 1,5, да. То есть не можем сказать, что ситуация какая-то уникальная. Но она более опасная. Ведь, смотрите, Франция – большая страна. Другие страны тоже. Там живут миллионы. Латвия маленькая. И, конечно, нас это волнует больше других стран. Потому что, ну как, вычесть из маленького количества 10% или с огромного 10%, да? Наверное, поэтому нас это волнует. Еще к вам будет вопрос. Вы говорите, во Франции есть демографическая политика. В Латвии есть ли она? Да, в Латвии, конечно, есть демографическая политика. И этот вопрос очень серьезно обсуждался уже много-много лет. И, кстати, вот я иногда критикую, конечно, политику Латвии во многих вопросах. Но в вопросе демографии, по сравнению с другими странами, да, в Латвии сделано очень многое. И особенно, если смотреть, ну, то есть пособия в первый год, полтора, если смотреть, это отпуск, который, ну, возможно взять, да, маме, да. То есть, ну, даже лучше, чем во многих других странах, кстати, на которые эмигрируют наши люди. Например, в Великобритании, ну, конечно, не такое большое. Да, по-моему, вообще везде. Я смотрела как раз цикл таких передач, где женщина вот выходит после родов, и сколько она может находиться в декрете. Ну, нигде нет, так как где-то там 3 месяца, где-то 2 месяца. Вы правы, да. Но другая история, это то, что происходит, когда ребенку уже 3-4-5 лет, да, то тогда пособие, которое в Латвии, очень низкое все-таки, да. И, кстати, вот что важно, это у тех семей, у которых трое или больше детей, у них самый высокий риск оказаться в бедности. Голушке бедности, да. Да, да. При этом у меня есть этот вопрос, немножко позже хотела задать, что провозглашали политику каждой латвийской семьи 3 ребенка. Вот такая цель ставилась. Но в итоге, да, я хочу сказать, что у нас вообще по опросам. Рижский университет именно из Траденя, он изучил этот вопрос, вообще, каково отношение, сколько наши латвийские семьи хотели бы иметь детей. И все-таки большая часть хотела бы иметь двоих детей, это половина опрошенных. И за 20 лет, кстати, мнение по этому поводу не изменилось. Зато доля тех мужчин, которые хотели бы стать многодетными, за 20 лет выросла с 30 до 39 процентов, а женщин, кстати, с 28 до 37 процентов. То есть я делаю вывод, желание есть. А вот теперь интересно, кто вообще child free, кто не хочет иметь детей. 20 лет назад мужчин было 4 процента, стало 6. Женщин было 2 процента, стало 4. Вроде бы в 2 раза, но с другой стороны не сказать, что этот процент большой, да? Ну, ваши наблюдения, Анна, вы как человек, который работает в роддоме, сколько вы работаете там? Ну, с 2009 года. То есть, ну, уже можете сделать какие-то выводы. И наверняка вы видите этих женщин, наверняка можете проследить, что возраст этот увеличивается, роженец наших. Какие ваши наблюдения? Стали ли действительно меньше рожать? Как-то, ну, не знаю, может быть, отношение как-то поменялось? Ну, во-первых, я хочу сразу отделить непосредственно желание женщины иметь или не иметь детей. И вопрос демографии. Я думаю, что это вещи, которые нужно обсуждать отдельно. А мне кажется, это связано. Ну, во-первых, это всего лишь 4 процента, их немного. Во-вторых, даже если мы возьмем группу, которая может забеременеть с помощью искусственного оплодотворения, сегодня это... Это много таких сейчас? Нет, это немного. По Латвии статистику мы не можем точную провести, потому что не всегда это указывается. А в Эстонии эта статистика около 6 процентов от всех беременностей. То есть, в любом случае, в глобальном, в глобальной цифре это не такая большая доля. Но, конечно, она есть, мы не можем ее списывать со счетов. Что касается рождаемости, мы уже говорили, она уменьшается. И если мы говорим глобально, то она уменьшается в группе белого населения больше. То есть, это белое население уменьшается, а другие страны, они не уменьшаются. Да, они увеличиваются. Увеличиваются, да. То есть, если мы говорим о проблеме демографии, мы не говорим о конкретной женщине и о ее желании иметь детей. Я как конкретная женщина, может быть, и пятерых родила. Если бы я могла себе позволить няню и не заботиться о рутине, о быте. То есть, прежде всего, если мы говорим о рождаемости у нас, то на первый план у нас выйдет, безусловно, социальные факторы, которые очень сильно влияют на нашу сегодняшнюю жизнь. Социальные факторы это что? Да, приведите. Это доходы наши. В том числе. Женщине нужно закончить школу, университет, получить какую-то работу, встать на ноги. Плюс ко всему, чаще всего получается сегодня так, что дохода одного родителя недостаточно для того, чтобы обеспечить семью. То есть, нам нужно еще и найти партнера, либо такого, при котором нам не нужно будет работать, и мы можем позволить себе плодиться, либо такие условия, в которых мы сможем это совмещать. То есть, на самом деле, это очень тяжелая сегодня миссия. И партнера найти, и встать на ноги, и быть независимой, и позволить себе иметь детей. То есть, если у нас повышаются планки требований, нам нужно где жить, нам нужно на чем ездить, нам нужно сделать карьеру, то тогда мы уже приходим к тому, что возраст наш, когда мы начинаем рожать первого ребенка, отличается от возраста наших мам и наших бабушек довольно сильно. Сейчас, по-моему, после 30, наши мамы, это было 25, если не родил, то все, это уже старая родящая. Была, кстати, такая запись, я слышала от многих женщин, когда в 27 лет, ну, какое-то время назад им записывали. Это такой же атовизм. Ну, тогда это было, да? Это было давно. 100 лет назад. Сейчас так нету, таких записей? Нет, нет. 100 лет назад у женщины, она рожала, начинала рожать детей уже в 20 лет, и у нее было в среднем 4-5 детей. Сегодня это 30 лет, и в среднем 1,1,4 ребенка. Позвольте мне задать здесь вопрос, Инти. Вот мы это видим, белое население рожать не хочет, вы сами привели пример эти цифры, но зато другой хочет. А есть какое-то объяснение, я не знаю, религиозное, философское еще? Может быть, вы изучали эту тему? Да, у нас было большое исследование в 2018 году, где мы спрашивали у женщин и мужчин в возрасте со 17 до 54 лет, как они вообще относятся к этому вопросу, детей и так далее. Почему? Хотят ли они или нет, и почему, да? И то, что мы нашли, это то, что... Очень важно, конечно, то, что есть ребенку, где жить, потому что если ты живешь в одной такой маленькой комнате, то вообще негде. И в Латвии, кстати, с этим проблема, если сравнить с другими европейскими странами. У нас все-таки не так много вот этого площади. Нас не хватает. Во втором, одно из самых главных, это стабильность доходов и вообще доходы. То, что ты знаешь, что у тебя будет работать через год, через пять и так далее. Кстати, для мужчин это даже больше важно, чем для женщин, потому что они хотят знать, что я смогу заботиться о этом ребенке и так далее. Но это, конечно, такие рациональные обсуждения. Но то, что интересно, то, что мы нашли, что ценности в наши дни, вот ценности, это очень-очень важно. То, что просто меняется так, как мы смотрим вообще на рождение детей, что они приносят. И вот просто почти все, которых мы интервьюировали, они убеждены в том, что если родить ребенка, то станет намного меньше денег, станет меньше возможностей осуществлять свои цели в жизни и делать то, что ты хочешь. И просто если... Люди начинают там думать, ну, нужно ли мне это или нет. И просто вот это вопрос ценностей. И, кстати, интересно, что даже были даже другие исследования, где больше качественные методы использовались, ну, такие глубокие интервью с женщинами, у которых очень много детей, у которых нет детей. В США были такие очень интересные исследования. И они нашли то, что те, у которых очень много детей, у них просто нет вопроса. Ну, есть денег, нет денег. Это не вопрос вот рациональный. Это просто, что я знаю, что ребенок это хорошо, что мы как-то мы справимся. Бог дал ребенка, да, Бог дал ребенка, да, и все. И это, конечно, религия играет на этом тоже, да, больше вот у религиозных семей вот так, да. Но просто вот те, у которых нет, у них просто очень много... Люди начинаются задумываться, да, а каково будет будущее моего ребенка, да. У нас столько сейчас вот войн, да. У нас вот пандемия, нестабильность, да. И экология, да. И зачем это все, да. Будет ли это хорошее место для моего ребенка, да. И, ну, то есть вот такого типа вопроса, да, которые не решаются деньгами, которые не решается политика. Это просто вот ценности. Это ценности. И да, пишут наши слушатели, уже начали писать нам активно. Дорогие радиослушатели, вот вы всегда за пять минут присылаете очень интересные вопросы. Я просьба присылать их заранее. Ну, такая реплика. В Латвии просто мало мужчин. Мало мужчин. И поэтому откуда женщинам рожать? А многоженство не разрешено. Поэтому такая ситуация, пишет наш слушатель. Ну, кстати, много, да. Ну, просто, знаете, меня просто, извиняюсь, бесит то, что вот очень много вот... Мы говорим о женщинах. Почему у тебя женщина так? Почему у женщины вот так? А реально, что происходит? Если сравнить, ну, не знаю, там, 10, 20, 30, 50 лет назад, женщины намного раньше вышли замуж, да, а сейчас число женщин, которые не замужем, очень выросло. И, кстати, вот это один из факторов, который играет роль, да, потому что если у женщины есть мужчина стабильно, который позаботится о ней, она тоже... Да, по-другому, конечно. А сейчас мужчины жениться не хочет, да. И, кстати, интересно, если в вопросах спрашивать, а сколько у вас детей, то как-то получается, что у женщин больше детей, намного больше детей, чем у мужчин. А как-то они родились. Потому что нужно рассчитывать только на себя. Да. Просто дело в том, что вот очень много мужчин, в Латвии, кстати, по сравнению с другими странами, да, которые вообще не берут ответственность. Слушайте, про фонд алиментов я могу вообще... 25% женщин сами растят своего ребенка. Слушайте, ну вы видели, какой там фонд алиментов у нас есть в Латвии, слава богу, что он есть, который помогает женщинам, платит алименты вместо мужчин, но там же сумасшедшие суммы, которые им должны... Кстати, женщины там тоже есть в списке, я так была удивлена, но их там, ну не знаю, 2% по сравнению с мужчинами. Лена, вопрос к тебе. Смотри, я для тебя сделала такую вставочку, нашла статистику, и Центр демографии в сотрудничестве с Латвийским университетом изучил фактор, который способствует браку, фертильности, позитивным отношениям между родителями и детьми. И вывод такой, жители Латвии становятся все менее детоцентричными. Последний раз такое исследование проводилось 18 лет назад, потом его провели, по-моему, в прошлом году. Что оно выявило? Людей просили оценить фразу «ребенок – подлинный смысл моей жизни». В 2004 году этот пункт был на 9 месте, сейчас он на 23. То есть респонденты больше не считают ребенка смыслом жизни, что ему необходимо, надо сделать, и женщиной в том числе. У тебя есть книга. Расскажи, подходит ли мотив тех женщин, которые тебе рассказывали про то, что они не хотят иметь детей, вот с этой статистикой? Из тех статей, из тех материалов, открытых интервью, которые мне были присланы на тему нежелания иметь детей, у меня книжка не только про тех, кто не хочет, но еще и про тех, кто не может, по ряду объективных причин, и субъективных в том числе. Скажем так, здесь не вопрос в том, хочу ли я ребенка, а назовите мне 10 причин, почему я его должна хотеть, в рамках той страны, той реальности, в которой я нахожусь. Потому что, будем говорить честно, в бизнесе не очень хотят нанимать на работу женщин, у которых там один, двое, трое детей, при том, сейчас количество болезней увеличилось, если мы говорим про замечательные декретные, которые сейчас есть на год, на полтора и так далее, не будем забывать про теневую экономику, в которой находится огромнейшее количество женщин в различных сферах, у которых нет официального дохода, им не с чем идти на эти декретные истории, и не с чего получать это финансирование, это во-вторых. И что касается смысла жизни, я знаю очень многих женщин, которые вынуждены child free, то есть не те, которые решили, что они не будут, потому что они хотят условно там, опять же, я не хочу обесценивать чужие причины и быть судьей, не хочу портить фигуру, не хочу там сложности, хочу заниматься карьерой, путешествием, каждый вправе жить, как он хочет. Но вот этот вопрос давления, который лежит на женщинах, вот как раз правильно сказали мои коллеги, о том, что, а где, собственно, вопрос к мужчинам, да, почему мы их не спрашиваем, сколько у тебя детей, и вот это вот, раньше была другая пропаганда, и я, может быть, буду очень непопулярна в своем мнении, что раньше пропаганда деторождения была еще немножечко государством нарочито созданная для того, чтобы была рабочая сила на различных предприятиях. Я все-таки человек, рожденный в другое время в другой стране, и люди использовались слегонца иначе. Да, государство обеспечивало нужды, да, жилье, образование и так далее, и так далее. А сейчас вопрос. Я сомневаюсь в том, что вот это количество детей, которое могло бы прийти, о котором настоятельно рекомендует условно наше государство, что вообще им будет чем заниматься. Куда мы их, собственно, денем? И так у нас идет история самозанятости серии «Сам себе бизнес», потому что, если эту пропаганду не вести, каждый задумается, а где я буду работать при учете, что негде. Да, в госсекторе и так раздутый штаб. Лен, у нас нехватка рабочих рук в Латвии вообще-то. Такая конкретная. Работодатели приходят и говорят, нету, нету, мы готовы тут уже и молодежь, и пенсионного возраста брать, но они жалуются, что нет, и гастарбайтеров готовы завозить. Но какая работа? Молодежь стала избирательной, она понимая о том, что если требования знания трех языков, компьютера, дигитализации, аналитики, маркетинга, понимания софтскиллы, там, хардскиллы и все остальное, и ты будешь получать на руки столько, сколько ты в другой стране будешь получать при учете просто серого рабочего, возникает вопрос, а зачем мне здесь оставаться? Каждый хочет сейчас лучшей жизни и, наверное, имеет на это право. И когда мама думает о том, что да, я хочу завести ребенка, но ты понимаешь, что ты столкнешься с проблемами детского сада, в котором некому работать, с проблемами школы, в которых некому преподавать, с проблемами университета, в которых устарело образование и устарели вот эти методички, по которым это все ведется. И в результате те, которые вырастают на рынке труда молодежь и подростки, они не очень конкурентоспособны с реальным современным миром. То есть, хочешь сказать, что мамы смотрят так далеко, вплоть до института, ребенка, и давайте, вот я, например, сейчас вижу, я еще никого не родил, но я смотрю, когда моему ребенку будет 20 лет, и тут вот, значит, университет меня не устраивает. Но, может быть, это неправильно так смотреть? А как? Ну, я не знаю. Нет такого правильно-неправильно, это, опять же, абсолютное право человека видеть то, что он видит на данный момент, и даже уже существуют эти мемасики и приколы, что тот себя плохо ведет, когда умирает, а потом попадает в Неват, а обратно в Латвию, условно говоря. Слушай, а все-таки те... Статья рада все равно не надо. Лен, а те, которые осознанно не хотят иметь детей, у них кроме финансовых проблем есть какие-то, я не знаю, другие? Медицинские страхи есть, страх одиночества, есть определенное количество травмированных, конечно, психологически людей, переживаний, да, вот нездоровый ребенок, что я дальше с ним буду делать, поскольку у нас маленькая страна, и многие заболевания считаются редкими, и на них вообще нет никакого финансирования, дотации и так далее. То есть вот это вот социальное неблагополучие, которое ждет. Опять же, коллеги обозначили тему мужчин мало, а кто за этим ребенком будет, кто будет заботиться, если при потере одного кормильца, кто будет второй. То есть обречение ребенка на какую-то бедность, на какую-то нищету. Социальная незащищенность, отсутствие полноценного жилья, как такового. Может быть, раньше мы там не смотрели, что происходит в другом мире, да, и нам казалось, что однокомнатная квартира, в которой бабушка спит на кухне, на раскладушке, и все остальное, это здорово, то сейчас как бы люди видят, как могло бы быть, им этого тоже хочется, и это честно. Вот пишут тут же, взорвались, конечно же, наши слушатели, женщины стали эгоистами, пишет один слушатель, Толик пишет, а если у вас детей нет, так ради чего это карьера, успех и так далее? Вы что, в могилу это все заберете? Следующий, пресса способствует тому, рекламируете противозачаточные средства, вот женщины и не рожают, пишет еще один слушатель. Вы пропагандируете постоянно ЛГБТ-сообщество, откуда женщине взять нормального мужчину? А вы это кто? А? Мы? Нет, я так понимаю, это в мою сторону, что мы, как общество, общественное радио, что ли, наверное, да, у нас бывают нетрадиционные ориентации представителей, но у нас, и я сразу скажу, что тут я никаких претензий не принимаю, у нас общество такое, какое оно есть, да, есть такое слово по-латышски, это разносторонное мнение, и в том числе ЛГБТ-сообщество у нас тоже присутствует на передаче, как бы кому-то мне нравилось. Мечтают о детях, мечтают о том, чтобы они были, но вот это осознанность и понимание того, что она может дать, а что она может предоставить и каким образом она может обеспечить вот этот старт, да, становление ребёнка на ноги, образование и так далее, и так далее. Но есть определённые факторы, которые влияют на то, что у нас, ну, происходит среди женщин, потому что это не игрушка рожать, это не прикол какой-то, это не... Мне вот эта психология, я родил, чтобы не было кому подать стакан воды, если ты рожаешь ребёнка для стакана воды, это вообще преступление, на мой взгляд. Это целая личность, это целый мир, это целая жизнь, и вот тебе должно хватать и морального, и ментального своего какого-то знания для воспитания, для развития, и материального, в том числе. У нас материальный мир, хотим мы это или нет, за коммуналку надо платить. Знаете, Анна, я хотела вам задать вопрос, сейчас я тоже вам дам слово. Не все женщины, наверное, которые забеременели, они счастливы от этого, да? Есть количество абортов, но на ваш взгляд, оно снижается, это благодаря сексуальному просвещению, благодаря... Я думаю, что это за счёт того, что вообще уменьшается количество женщин, которые беременеют. А если мы возьмём с вами возрастную группу до 18 лет, то в этой группе количество абортов остаётся константным, на фоне того, что количество беременностей сокращается. То есть на самом деле здесь мы вообще можем развить тему недоступности надёжной контрацепции для молодёжи, что не очень хорошо, собственно говоря, влияет на их... А почему недоступность? Потому что это неоплачено государству. А, то есть... Потому что нет услуг дружелюбных молодёжи, потому что это вообще серая зона, и лучше не будем поднимать эту тему. Потому что это реально большая проблема, и не из-за большой доступности к контрацепции женщины не рожают. Это всё-таки... Во-первых, это выбор каждого человека. Кто-то хочет рожать, кто-то не хочет. Я, может, хочу... Кто-то хочет восьмерых родить и доволен, и все счастливы. Я думаю, что в целом, в целом, в общем-то, если мы будем думать о рациональности в этом вопросе, то мы можем с вами договориться до того, что ребёнок засоряет окружающую среду, потому что от него памперсов много. Правильно? Да, мне тоже было, да. Поэтому... Ну, это уже немножечко всё-таки из области чего-то нерационального, на мой взгляд, потому что так можно договориться до абсурда и всего сделать перверсию. Это понятно. Но можно рассуждать и так, что я рожу двоих детей, троих детей, воспитаю их в соответствующих условиях, дам им какие-то ценности, и они будут, и они останутся, и они будут помогать строить там общество и строить страну лучше и улучшать школу, университет. Кстати, я абсолютно с вами не согласна по поводу устаревших методичек в университете. Здесь, конечно, даже немножечко обидно это слышать. Мне, как профессору университета страдания, кафедры акушерства... Это другое. Вот, кстати, страдания, наверное, единственный. Вот, и я знаю достаточно большое количество женщин, которые рассуждают именно так и рожают детей здесь, и никуда не уезжают, и хотят сделать что-то хорошее для этой страны, для того, чтобы мы все жили хорошо. Вы знаете, я хотела уточнить у вас, почему я начала. Если женщина не хочет детей, это, наверное, может быть, философский вопрос, но я прошу ответить, что лучше? Может быть, действительно не рожать либо родить этого ребёнка? Вы, как, наверное, представители роддома, всё равно скажете рожать, потому что это... Нет, я так не скажу. Не скажете. Я думаю, что каждый решает для себя, и я абсолютно не согласна с тем, что ребёнок это цель жизни. Я думаю, что самая основная цель жизни для любой женщины, которая хочет иметь детей и не хочет, это самореализация. А для кого-то, в том числе, рождение ребёнка, это тоже часть самореализации, часть самодостаточности. Для кого-то нет. Естественно, если я чайлдфри работаю, у меня значительно больше денег, чем я жиле, когда у меня двое детей, мне нужно платить за их образование и всё остальное. Я могу себе купить тачку круче, я могу себе купить шмоток лучше и чувствовать себя значительно комфортнее, путешествовать. Мне не нужен стакан воды, мне будет, кто его принесёт, когда мне нужно будет это сделать. То есть не в стакане воды дело, дело в том, что каждая женщина выбирает для себя, что ей важно для самореализации. Кому-то детей, кому-то нет. Да, это хороший вопрос, потому что у нас всё равно с одной стороны, вы правы, что у женщины, которая родила одного ребёнка, у неё одно финансовое состояние, давайте говорить про семьи всё-таки, а не про женщин, двое детей тоже ещё больше ухудшается. С другой стороны, женщины, которые не имеют детей, они вроде как наказываются в финансовом плане, потому что к ним не применяется налоговая скидка. Ну тоже, да. Нету вот этого по налогам какого-то снижения. А какое должно быть снижение? Да, по подоходному налогу есть же скидка, есть. Скидка? Оно есть. Правильно, я же плачу за этих детей, у меня же расходы больше, это необлагаемый минимум за иждивенца, если он у меня есть, а если у меня его нет. Вот у меня сейчас сын вырос, я ему больше... Уже больше нет, да? Нет, ну он как бы официально в налоговой системе иждивенцем не считается, но я-то плачу за его высшее образование. То есть в принципе денег на него будет больше. Насколько вам кажется, мы как средство массовой информации, общество целиком влияет на все эти процессы, как оно названо, детоцентричность, как там, я уже не помню, что я сама... Детоцентричность. Да, детоцентричность. Насколько мы влияем, потому что, знаете, я тут очень интересную вещь нашла, что вот один исследователь, сейчас я скажу, где он вообще сказал, что если вокруг вас есть много семей, у которых там пять-шесть детей, то вы как будто к ним подтягиваетесь и становитесь такие, как они, чтобы поменьше отличаться. Если в вашем обществе все больше и больше child-free, то это становится как будто модным, и вы тоже невольно в эту психологию как будто проникаете. Ну да, конечно, это вопрос, как мы уже говорили, не только ценностей, но и норм. То есть, если, например, ты молодой человек в возрасте до 30 лет, до 25, а если у тебя есть ребенок, то ты как будто другой, отличается от своих друзей. Друзья там ходят по вечеринкам, а ты не можешь, потому что у тебя ребенок. И, конечно, это влияет, потому что это же становится нормой, что у тебя в молодом возрасте нет детей. Я не соглашусь, это скорее даже драки наоборот. Женщины, у которых нет детей, они получают огромный буллинг со стороны общества. Но это когда уже немножко... Это когда уже больше в возрасте. С 24 лет, условно говоря, я слышу в свой адрес определенные претензии тех, у кого уже есть дети, и сбивание там, вот у тебя получается в жизни карьера или еще что-то, только потому что ты не обесцениваешь меня, моего знания, образования, работы и всего остального. И в обществе женщина без детей находится под жестким прессингом других, в первую очередь, женщин. Да, но это больше, когда уже 25-30 лет. Ну, как бы не стало переносить. тут всех. Да-да-да. конечно. Это средний возраст, когда у женщины первый ребенок, возрос очень за последние годы. За 30 лет стало, да, уже? И сейчас первый ребенок в среднем рождается 27 лет. Первый ребенок. А может даже не в 30? Нет, в 27? В 27, да. Но что я хотела сказать? Вот интересно насчет норм. В Ладе у нас такое интересное равенство между мужчинами и женщинами, что женщина должна работать так же, как мужчина, а вот по отношению к семье все-таки вот опросы показывают, что все-таки вот считается, что вот если ребенок заболел, то это женщина, которая должна с ним работать. Женщина должна должна там вот все большинство... Женщина должна прийти с работы. Мужчины играют с детьми, это правда. Мужчина, приготовить поесть, сделать уборку. Это все же женские дела. Не обязательно. У меня в семье по-другому. Мы как-то делим с мужем. Меняется. Это, конечно, меняется. Слишком успеху. Да, но по отношению детей в основном это все-таки... У нас не Швеция, да? У нас все-таки вот немножко традиционное это общество, да? И я не говорю, что это плохо или хорошо, но это просто влияет на то, как женщина смотрит на детей. Если у тебя родился один ребенок, и ты смотришь, что твой муж буквально все на тебя валит, да? И ты там вообще... То, конечно, насчет другого ты подумаешь, да? И еще вот последнее, что я хотела сказать, это то, что... Что поменялось, это то, что роль дедушек и бабушек. Раньше, в 50-е, 60-е... Есть такой вопрос, почему вам дедушек... Дедушки и бабушки помогали, а сейчас... Потому что они уже в возрасте, когда рождаются дети, они уже не могут так помогать. И вот тоже вот ценности изменились, и просто вот... Ну, все. Нет у тебя вот этого network, нет вот этого support network, да? Вы знаете, пишет нам обиженный мужчина, который послушал нас, и... Ну, я понимаю, что... Да, но я хочу Лене задать. Лен, ты упомянула о том, что буллинг большой есть, да? Как ты думаешь, ну, все-таки мы развиваемся, ну, мы не стоим на месте, ценности меняются. Ну, может быть, отношение к тем женщинам, которые child-free, меняется? Или оно не меняется? В том, что child-free огромное количество трагедий, сколько у женщин выкидышей, сколько женщины не могут забеременеть, сколько женщины теряют спутника по жизни, который ее оставляет, потому что у нее не может быть детей по той или иной причине, или у мужчины бесплодие и так далее. Мы залезаем в кровать к женщине, обвиняя ее в том, что она child-free, но это очень часто вынужденная позиция, чтобы просто защититься от общества, чтобы не рассказывать о своих реальных, ну, просто похоронах, которые некоторые переживают, и ни один, и ни два раза в своей жизни. Это настолько интимный вопрос, это настолько личный вопрос, это настолько сердечный вопрос, что в него нельзя залазить с голыми руками и грязными сапогами. И вот эти вот вопросы к женщинам, да, многие из них, вот эти истории, которые я собирала, они в обществе делают вид, что они абсолютно child-free. А у нее, например, было пять выкидышей, она больше не готова плакать от того, чтобы восстанавливаться от трагедии. А ее спрашивают, да, ее упрекают. А чего у тебя нету деток? Вот буквально месяц назад были похороны моего ребенка. Ну, как ответить так, как будто бы и грубо, типа, как будто ты там в лицо что-то кинул. Но с другой стороны, тоже вот эта вот личная зона комфорта и ответственности, и личной драмы, и личной трагедии, она должна быть какая-то личная все-таки. И я считаю, что вот эти вопросы, которые задаются в лицо женщинам, а когда за вторым, а когда за третьим, а у женщины, может быть, уже по гинекологическим причинам никогда, а она бы мечтала, и это действительно ее прямо самое больное, и сколько бы она там не ходила в терапию, она все никак не может вылечить свое сердце и душу. Нельзя так делать, это просто, ну, это ужасно то, что позволяется в обществе. Ты должна или не должна рожать, делать или не делать аборт. Нельзя этого делать, так не должно быть. А на вам вопрос, наверное, я адресую, он скорее вам подойдет. Один слушатель пишет, женщина или мужчина, непонятно, ну, скорее всего, женщина. А это разве нормально, что сейчас возраст рождения детей стал сдвигаться? Женщина до 30 лет не думает о детях, в 35 она созрела, к 40 начала думать о том, что было хорошо бы забеременеть, а беременности не наступает. Вот-то вам и снижение рождаемости. Ну да, в этом есть какая-то логика в вопросе, потому что, когда ты в 20 забеременен, ты вроде про себя все понимаешь. Либо ты не можешь забеременеть, начинаешь лечиться, у тебя есть время, либо ты в 40 очухался, и там уже, ну, как вы это видите? Сейчас вы говорите исключительно с медицинской научной точки зрения, без каких-либо оценок. Естественно, лучший возраст для рождения ребенка это 20-23 года с точки зрения физиологии. Потому что после 35 лет примерно 25% женщин уже столкнется с проблемой бесплодия. Так что у мужчин, кстати, тоже похожая история. Это не уникально только для женщин, но это суть, эта биология так и есть. Но 30 лет это вполне нормальный, хороший возраст. И даже если мы с вами будем жить в современном обществе и думать о смещении, не думать, жить в условиях смещения среднего возраста первородящей женщины к 30 годам, то она к 40 успеет родить двух и даже трех детей, если захочет. Мне кажется, в этом нет ничего такого плохого, если она хочет, почему бы и нет. Делать карьеру к 30 годам и принимать решения и до 40 можно успеть и троих родить. Но только тогда нужно, конечно, каждый год рожать. С точки зрения психологии и воспитания ребенка лучше начать в 23, тогда до 35 можно успеть родить троих детей и с каждым провести 4 года примерно, чтобы не было так, что когда дети идут подряд, тоже каждому недостаточное внимание можно уделить, нежели если между детьми разница около трех лет. Вот. Я не вижу в этом никакой проблемы, это жизнь, и мы так живем. И даже если мы будем жить так, мы сможем добиться средней индекса фертильности 2,1. Алексей пишет, современные бытовые работы это не то, что было 30 лет назад. Что вы жалуете женщины? Пылесосы, кухонные комбайны, полуфабрикаты и прочее. То есть женщина пришла и с радостью схватила пылесос и быстренько все пропылесосила. Ну да, сейчас есть и роботы пылесоса. Мы ее этим обеспечиваем. Да, Светлана пишет, согласно с Леной, ребенок это ответственность, прежде чем родить, надо подумать, с чем придется столкнуться и ребенку, и маме. Еще одно мнение слушателя, а вы просто, женщины дорогие, забыли, что с библейских времен для чего вы придуманы. Я думаю, чтобы для того, чтобы вы рожали детей. Лен, часто приходится слышать, функция женщины родить. Насколько мужчины, мы тут про Олимпиаду, мы масики смотрели, про неравный бой, и как мужчины сейчас пришли и начали морально бить. Я надеюсь, что они получают удовольствие свое определенное, записывая подобные комментарии, чувствуют себя при этом героями и спасителями, и у них все в порядке, они прекрасно воспитывают своих детей, и у них их много, и всем купили пылесосы, кухонные комбайны, и обеспечили всем необходимым для жизни. Я сталкиваюсь с разными женщинами на разном уровне материального благосостояния, и говорить о том, что женщина, только женщина, только потому, что она родила, это софистика. Так делать нельзя. Женщина, женщина по умолчанию, но она может быть мамой, а может быть не быть мамой. И многие женщины, не мамы, внесли огромный вклад в жизни людей, в воспитание, в развитие, и в педагогику, и в медицину, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас мы не будем прыгать на вопрос, а где женщины, ученые и так далее, когда это было вообще нельзя, женщинам учиться и задавать потом вопрос, а че уж вы, собственно, не изобрели какой-нибудь велосипед. И здесь ответственность обеих сторон. И если женщина говорит мужчине, что я не хочу иметь детей, то, скорее всего, чаще всего, она не хочет детей от него. Пишет слушатель, вам сейчас не нужен стакан воды, пока вы молоды, а вот будет вам 60+, и вы будете тогда рвать волосы из-за того, что так были глупы в молодости. Богом задумало, подвиг женщины это материнство. Наверное, поэтому женщины освобождены от политики, от службы в армии, тяжелой физической работы. Дорогой слушатель, от политики женщины не освобождены. У нас прекрасные женщины-политики, которые у нас бывают в этой студии. в армию собираются, слышали, да, вроде как призывать женщин тоже, поэтому, да, не надо. И тут еще уточнение, но пенсионная система, то есть многие рожают детей для того, чтобы было кому, не то чтобы, про стакан, это, конечно, в кавычках все, наверное, какое-то подспорье, что они будут мне помогать, пенсия-то не будет большой. Ну да, кстати, это интересно, это тоже как будто, ну, так нельзя делать, да, что рождать, чтобы, ну, как вы говорите, да, чтобы, но я знаю, что, например, я говорила со своей подругой, у нее трое детей, и она как раз, ну, как в рту, ну, так, ну, так, как шутка, да, ну, хоть у меня будет, да, кто обо мне позаботится, да, ну, то есть есть все-таки, люди все-таки, ну, как будто немножко думают об этом, как будет, когда они будут в старости, ну, как у них жизнь будет, и, ну, как у них есть исследования, И пока они молоды, они более счастливы, чем те, у которых трое или больше детей. Потому что, конечно, это стресс, это, ну, всё это, да. А в возрасте всё-таки те, у которых нет детей, они в среднем немножко меньше счастливы, чем те, у которых больше детей. Вот так интересно, вот можно почитать. Да, Лена, а твоё мнение какое по этому поводу, что стоит ли рассматривать ребёнка как, ну, скажем, вложение в свою пенсионную систему в будущем? Правильно ли это, на твой взгляд? В целом, вообще, те, если они будут рождаться и возят... Нет, ну, женщина, она рожает для того, чтобы, действительно, когда я буду старая, ну, не будет у нас высоких пенсий, это уже понятно, потому что, ну, вот демография такая... Помогать или не помогать родителям? Нет, не помогать, а именно рожать для того, чтобы они помогали, с надеждой на это. Если ребёнок помогает или не помогает, это его выбор. Это его выбор. В некоторых странах это в культуре заложено. Но помогать или не помогать, это выбор. И тебе не обязательно иметь своих детей для того, чтобы у тебя был выбор близких людей, которые смогут тебе помочь младше тебя, во-первых. Опять же, хорошо, если у женщины действительно не может быть детей, то есть ей когда вешаться, в каком возрасте начинать? После 40 или после 50? Наверное, не в каком. А кто и тогда, если вот так вот будем рассуждать, кто и принесёт стакан воды? Всегда можно ребёнка адаптировать, да, можно усыновить, удочерить и так далее, и прочее, прочее, прочее. Но рожать ребёнка, я считаю, что это отдельная личность, отдельный мир, который может навсегда уехать жить в Африку со своей миссией. Да, мир открыт вообще, куда угодно может уехать. Он не обязан до конца дней, он может сделать этот выбор, и это страшный выбор. Страшный выбор остаться с мамой, у которой деменция, с лежачим инвалидом, и ухайдокать, реально уничтожить себя, заботясь, потому что ты не можешь по-другому поступить. У тебя такое сердце, такая душа. Но это трагедия, это страшная история. Мы сейчас рассуждаем на какую-то тему, на которой нет правильного ответа, потому что это те самые маяки под названием совесть. Что ты можешь требовать от кого-то? Или ты, допустим, занимаешься финансовой грамотностью, изучаешь, думаешь, как себе сделать пенсию, как себе ее увеличить, какие есть фонды, какие есть варианты, изучаешь всякие разные моменты, понимаешь, тебе для пенсии сколько-то, смотришь в страну, уезжаешь в нее, работаешь, добавляешь себе в пенсию, ну, то есть берешь ответ. Да, финансовая грамотность. Свою пенсию на себя. Или же ты считаешь, что я сейчас ребенка буду насиловать кружками, что часто очень бывает, выращу его для себя, потому что он потом, сделав карьеру, будет должен содержать меня. Это абьюз какой-то. Хорошо. Вам, наверное, вопрос, очень много у нас вопросов, тему прям затронуло за живой, мужчин в том числе, кстати. Один из слушателей считает, что сейчас в обществе сексуальная раскрепощенность, и многие женщины не могут иметь детей, потому что были ранние аборты, трансмиссивные заболевания. А раньше, ну, не знаю, когда раньше, может, там, сто лет назад, женщина редко когда не могла иметь детей. Ну, это к вам прямо. Знаете, это очень интересное замечание, потому что, судя по социальным опросам, как раз-таки наоборот, сейчас люди не могут похвастаться сексуальной жизнью, наоборот, есть масса женщин, которым не с кем заводить сексуальные отношения. Потому что у нас демография. А почему не с кем-то? Ну, потому что это не так все просто. Потому что, конечно, там сексуальная революция и так далее, и тому подобное, это все было, там, может быть, 90-е, а сейчас уже совершенно другие тренды у молодежи. Вот тоже еще один такое замечание, похоже, вот в эту реплику. Сейчас все сидят дома по своим компьютерам. Раньше все гуляли в парках, знакомились на дискотеках, а сейчас сидят в компьютерах. Ну, не знаю, так и есть тоже, считаете? Да, так оно и есть. А мне кажется, проще жалуются на это, что... Негде познакомиться? Ну, даже, может быть, при наличии знакомств, может быть, партнер уделяет больше внимания компьютеру, нежели своей даме. Тоже вы считаете это проблемой? Ну, да, да, конечно, да, есть такая проблема, да. Ну, самое главное, но есть. Есть такая проблема, есть. Да, очень интересный комментарий. Элина пишет, добрый день, наличие детей не факт, что будет кому поднести стакан в старости. Действительно, по-всякому бывают разные ситуации. Вот мужчина, кстати, пишет, женщина, считает он, мне не мужчина, на этом закончим. После развода имеет все преимущества. Меня поставили в условие, когда я вынужден видеть сына, когда захочет этого мать. Официально я его могу видеть хоть каждый день, но по факту. Мать уехала, забрала сына в поездку, а я сижу и жду. Хотя деньги я должен платить без пропуска. Во время ковида потерял работу, мать сына подала на меня в суд, что не мог платить алименты. В итоге без работы должен был выплатить и алименты, и издержки суду. Вот кто после этого захочет иметь детей, пишет, мужчина. Ну, да, да. Расширьте в конце восклицательные знаки с просьбой расширить права отцов. Ну, да, да, это тоже есть такая проблема, которая появляется в исследованиях, да. Но по сравнению с теми проблемами, которые мы обсуждали, что 25% женщин сами заботятся о своих детях без мужчины, да. Ну, то есть я думаю, что, конечно, есть проблемы по обе стороны, да. И не то, что мужчины во всём виноваты, но есть проблемы в обе стороны, да. Но мы должны как-то вот найти решение. Мужчины не защищены. Это огромная беда и, на самом деле, огромная драма. То, что проходят настоящие хорошие мужчины, честные, искренние, как они иногда попадают в заложники под женское поведение, закон и социальное мнение о том, что только мама может взять ребёнка. И вот у нас есть всё-таки такая, есть как дедовщина, у нас матерщина какая-то в этом плане. И действительно есть огромная проблема. Я хочу этим вопросом, вот сейчас вопрос не мамам, я хочу заняться вопросом мужчин в современном мире, насколько они находятся в заложниках у женского гендера в том числе. Да, с точки зрения заработка, дохода, бла-бла-бла, чинов, званий и так далее. Там всё-таки мужской мир, куда женщин не пускают. Ну, боюсь, что когда туда... Пускают. Ну, не все и не всегда, но когда туда женщины дойдут, туда не пустят уже мужчин. И это страшно. Я за патриархат. Хорошо. Ой, за патриархат. Я вот... Нет, я сразу... Но они не постройки. Нет. Хорошо, ладно. Мнения все приветствуются. И слава богу, что они есть. Спасибо, дорогие дамы. И мне было очень интересно послушать ваше мнение с разных совершенно сторон. И самое главное, что эти мнения высказываются открыто. Для этого и создано наше радио для того, чтобы вы могли высказаться. И я читала, ну, очень такие непопулярные мнения от наших радиослушателей. Это тоже часть нашей работы. Спасибо вам огромное. Будем продолжать эту тему, Лена. Спасибо, что ты пришла. Не побоялась сказать громко по поводу того, что вот есть такие женщины. И защитить, по сути, их права. Представлю своих гостей. Анна Мыскова, заведующая родильным центром Рижского роддома. Спасибо, Анна, большое. Елена Тонова, организатор мероприятий и автор книги на тему женщин, которые не хотят рожать или не могут. Или не могут. Не мамы, да. Индамериня, профессор факультета социальных наук Латвийского университета. Спасибо вам огромное, девушки, за то, что пришли. Сегодня провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Завтра Роберт Зилла у нас будет в гостях евродепутат. Подключитесь в 12.10. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова